Дело на 700 тысяч долларов. В суде московского района столицы сегодня вынесли приговор в отношении трех жителей Беларуси, которые обманным путем предлагали дешевые драгоценные камни прямо с месторождения на юге Африки. Небо в алмазах, которое обещали мошенники, в итоге для них самих стало небом в крупную клетку. На скамье подсудимых трое жителей Беларуси. По версии следствия, организатор 51-летний житель Гродненской области Андрей Лагун. За его плечами уже четыре срока и будет пятый. За мошенничество в особо крупном размере. Лагун получил 9 лет лишения свободы его подельники, двое 40-летних минчан. Соответственно, 7,5 и 5,5 лет лишения свободы. Все с конфискацией имущества. В зале суда сегодня было несколько пострадавших, но они наотрез отказались общаться с прессой. Другие участники судебного процесса полагали, что приговор в отношении Лагуна слишком жесткий. Многовато, конечно. Люди, я не знаю, хотели вывезти за границу эти доллары, то он не вывез их, он оставил в Беларуси. Как установило следствие, с 2011 года по 2014 мужчины предлагали купить в Африке алмазы по выгодной цене. Представлялись бывшими работниками консульств на Черном континенте с солидными связями. Вложиться в выгодную покупку захотели 11 человек. Кто-то потерял полторы тысячи долларов, другие десятки тысяч. Мошенникам передавали деньги, но алмазов никто не дождался. Для убедительности клиентам организовали туры в Намибию и Уганду. Там сомневающимся покупателям даже показывали алмазы, но потом камни таинственно исчезали. Причем некоторых туристов пытались упрекнуть, что это именно они их украли. Других обвиняли в нарушении условий договора и деньги не возвращали. Схема работала 4 года, пока обманутые люди не понесли заявление в милицию. Алмазное дело обещает стать одной из самых резонансных афер в истории Беларуси. Только на изучение всех обстоятельств громкого дела ушло более года. Но даже после вынесения сегодня приговора судом, часть потерпевших, которые потеряли очень большие деньги на доверие, до сих пор сокрушаются. Где же был их тот самый глаз-алмаз? Анатолий Занкович, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.